Сегодня мы в гостях у Булатпека Блялова из Астаны. Правозащитника и специалиста по массовым движениям. Он защищает людей, которые пострадали от незаконных действий властей. Булатпек Блялов. 40 лет. По убеждениям национал-демократ. 2000-х начинал руководителем агитбрикады в оппозиционном движении «Демократический выбор Казахстана». Работал юристом в компании в защиту дольщиков и ипотечников за достойное жилье. Состоял в партии ОСДП АЗАД. После образовал общественное объединение «Институт демократии прав человека» и занялся частной юридической практикой. Правозащитник международной организации «Фронтлайн», глава центра профилактики социальных конфликтов. Центр существует на взносы граждан, пострадавших от незаконных действий государственных органов. «Это моя супруга, это мои дети, это старшая моя дочка Аида, средненькая моя дочка Сабина и младшая моя девочка Талуа. Это моя жена-супруга Ахмарал. Это моя резиденция». Три небольших комнатушки в частном секторе. В углу печка дома нет водопровода и канализации. Зато здесь много протестной агитпродукции. «Каждая папка – это та или иная проблема, с которой я сейчас в данном случае занимаюсь. И мы здесь не просто показываем примеры вот этой гражданской активности, но мы даем конкретные инструкции, что делать в тех или иных случаях. По самозащите. По самозащите, да. От кого защищаться? «Ну, сейчас у нас в основном от властей, потому что виновником многих конфликтных ситуаций является власть». Тут вся деятельность Центра профилактики социальных конфликтов, которую Булатпек организовал вместе с друзьями год назад. «Пока мы едины, мы едины!» «Положь поставим!» «Положь!» «Положь!» «Это Булатпек на майском митинге против выселений. Митингуют жильцы нескольких общежитий и домов, которых власти намерены выселить. Такие акции протеста сейчас редкость среди казахской оппозиции. «У нас политики, все временщики, и власть, и оппозиция, все чего-то ждут, что что-то произойдет. Вот, например, если говорить о оппозиции, вот что-то произойдет. И все ждут, так, короче, ой, извините меня, да, короче. Если так будете ждать, вы все равно прошляпите, если это произойдет. Потому что не ждать нужно, а изменять». «Назорваем комитис! Назорваем комитис! Назорваем комитис!» В интернете много роликов с акцией протеста, в которых участвовал Блялов. За это его неоднократно штрафовали, допрашивали, привлекали к административным арестам. В этом году Блялов успел дважды отсидеть в спецприемнике. «Как человек, скажу, что думаешь, я такой бесстрашный, что ли? Да у каждого есть страх, да у каждого есть свои детишки, да, короче, что думаешь? Я об этом не думаю, но опять же, ведь есть такое понятие страх, он у каждого есть. Но если ты этот страх не преодолеешь, то тогда не говори, что ты общественно-политические дети. Да просто-напросто, не говори, не занимайся этим. Но если ты пошел заниматься общественно-политической деятельностью, будь готов ко всему». Есть у правозащитника свои карьерные планы и амбиции. «Я хочу прийти к власти. Было бы глупостью, да, например, да, короче, идти в политику и не хотеть власти. Для чего я иду в политику? Для того, чтобы свои усилия, свои возможности, свои мозги, извините меня, да, короче, во благо этой страны сделать. Поэтому я хочу. А кем я хочу быть? Я хочу стать министром чрезвычайных ситуаций. Почему я? Потому что я считаю, что государство должно приходить на помощь людям только в чрезвычайных ситуациях. А в остальное время, пхай, пусть люди сами живут. Не мешайте людям жить». Вот и часть предвыборной программы правозащитника Блялова. «Когда у нас говорят, что тебе не нравится, да, короче, да, что ты хочешь изменить. Я говорю, изменения должны быть постоянно. Только тогда будет нормально. Не может быть нормальное общество, которое на один миг, да, короче, остановилось. Это уже все стагнация. А на самом деле именно сейчас вот идет, происходит национально-освободительное движение. Но освободительное не от прямого рабства, а от психологического рабства. И в этом плане очень, на кого я из идеологической точки зрения могу надеяться, что произойдут изменения, это только на национально-освободительное движение. И, конечно же, на людей, которые уже не хотят ждать». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова